Лео! Это где-то? О! Вы думаете, это что? Сахарный песок? Нет. Манка? Неа. Это у меня в руках обыкновенная стеклянная банка, и в ней обыкновенный кварцевый песок. С этой банкой я отправляюсь на предприятие, на котором делают стекло. До свидания. Стоп. А зачем мне песок-то? Ну, мне сказали взять, я взял. Я вообще такой доверчивый. Только я все равно не понимаю, как они собираются из непрозрачного песка делать абсолютно прозрачное стекло. Хотя... Хотя, что тут непонятно? Вот снег, он тоже ведь непрозрачный, а вода прозрачная. Хотя и это непонятно. В общем, будем разбираться. Привет. Я аквариумная рыбка. Хочу рассказать вам нечто важное. Думаете, это я про еду? Нет. Как говорят у нас у рыб, не кормом единым. Я хочу рассказать про то, что меня окружает. Про стекло. Люди уверяют, что делают его из песка. Это же рыбам насмех. Вон песок на дне. Абсолютно непрозрачный. А стекло? Его же даже и не увидишь сразу. Как из совершенно непрозрачного песка можно сделать абсолютно прозрачное стекло? Оказывается, когда-то у людей стекла никакого не было. Они жили в пещерах, а мы, рыбы, в море. Но потом придумали стекло. И жизнь людей и рыб переменилась. У них появились бутылки, парники, телевизоры, телескоп, витрины, очки. Даже дома из стекла начали строить. А нам, рыбам, аквариумы. И на все это людям понадобилось много стекла. А значит и песка. Так как же все-таки получается стекло? Весь песок привозят сюда, на Большой завод. Но песок это не любой, а специальный, кварцевый. Он помельче будет, чем наш морской. Да и побелее. Потом этот песок сваливают в эту главную штуку. Печь называется. Причем 170 тонн сразу. Это как пять кашалотов. Температура в печи 1500 градусов. Представляете? Ну это можно сравнить разве что с извержением подводного вулкана. Еще в печь добавляют специальные вещества. Я думала, они-то и превратят песок в прозрачное стекло. Оказалось, нет. Эти компоненты нужны, чтобы стекло потом более прочным получилось. А еще добавляют соду. Она поможет песку расплавиться при более низкой температуре. И в печи все это превращается в стекло. Только оно еще жидкое. И пока оно до конца не остыло и не стало твердым, надо успеть залить его формы. И получится, например, вот такие прозрачные бутылочки. Чудо произошло. Непрозрачный песок превратился в прозрачное стекло. Ну, вот я и подплыла к самому главному. Чудо-то и не в печке, а в песчинке. Если взять одну песчинку и посмотреть на нее через окуляр микроскопа, то увидите, она прозрачная. Да-да, прозрачная. Только грани у нее расположены под разными углами. Поэтому, когда песчинок много, луч света все время преломляется. И кажется, что песок не прозрачен. Берем прозрачную бутылку и колем ее молотком. Вот сколько осколков. А потом еще и пестиком в ступке размельчаем. Так, так, опля. Было прозрачное стекло, стал непрозрачный песок. А в печи происходит все наоборот. Ни одно стекло в тысячи песчинок превращается, а песчинки со всеми своими царапинами и непараллельными гранями расплавляются и сливаются в одно целое. Уже без всяких граней и царапин. И поэтому прекрасно пропускающие свет. Как будто превратился весь песок в одну гигантскую песчинку. А каждая песчинка, как мы помним, прозрачная. Вот и весь секрет. После того, как люди научились делать такое замечательное стекло, они стали добавлять в песок специальные порошки, чтобы, вы не поверите, сделать непрозрачное стекло. Вот и пойми этих людей. Сначала долгие годы бьют, сделая стекло прозрачным, а потом бац, впрочем, молчу, молчу, молчу.